Япония считается самой долгоживущей страной в мире. Средняя продолжительность жизни японцев сегодня доходит до 90 лет. Делимся с тобой секретами их долголетия. До конца 19 века Япония была страной закрытой и загадочной, и только последние 100 лет она стала постепенно открываться внешнему миру. Феномен долголетия японцев захватил умы ученых по всему миру, и они пришли к выводу, что секрет долгой жизни кроется в особом образе жизни жителей этого государства, который складывается из пяти факторов. 1. Культура питания. 2. Физическая активность. 3. Спокойное отношение к жизни. 4. Высокий уровень медицины. 5. Особенности личной гигиены. Главный секрет в правильном питании. Питание японцев сильно отличается от традиционной европейской кухни с балансированным составом и низкой калорийностью. Японцы не только самая долгоживущая нация, но и самая стройная, и к здоровому питанию они приучаются с детства. В японской школе не встретишь в столовой сосисок, макарон или булок, но никогда не поздно начать брать пример с долгожителей. Основой рациона японцев является рис. Этот продукт не только богат витаминами и микроэлементами, но и благотворно влияет на пищеварение, помогая контролировать вес. Рис едят сам по себе, в качестве гарнира, или используют в приготовлении всевозможных блюд. Популярное японское блюдо из риса, суши и роллы. Особое место отведено рыбе и морепродуктам. Японцы, особенно пожилые, почти не едят красное мясо. Они считают, что мясо их научили есть американцы. Теперь в Японии активно борются с этой вредной привычкой. Рыба богата омега-3 кислотами, необходимыми для поддержания молодости и красоты, йодом, фосфором и витаминами. Японцы предпочитают семгу, лосось, форель, горбушу, кету и тунец. Также они едят много сои. Соя содержит особый белок, который является строительным материалом для мышц. А ненасыщенные жирные кислоты благотворно влияют на кожу. Поэтому кожа у японцев такая гладкая и морщины появляются гораздо позже, чем у европейцев. Из сои делают молоко, соусы и творог-тофу. Кроме того, японская кухня богата водорослями и овощами. Это неизменные атрибуты японских гарниров. Также из них готовят салаты и супы. Кстати, японцы едят много супов, но они совсем не похожи на наши привычные первые блюда. Наверное, японец упал бы в обморок при виде нашей солянки, их супы отличаются легкостью и низкокалорийным составом. Японцы много пьют, но не кофе и газировку, а чистую воду и зеленый чай. Особенно любим в этой стране чай мачо. Этот напиток является профилактикой старения и лишнего веса, так как в нем содержатся антиоксиданты. Кстати, в японских ресторанах зеленый чай подают абсолютно бесплатно. Важную роль играют правила японской трапезы, японцы никогда не едят на ходу, за просмотром телевизора или чтением. Это неуважение к еде, блюда подаются маленькими порциями, упор делается не на количество, а на разнообразие. Как думаешь, почему японцы до сих пор едят палочками? Правильно, так меньше съешь. Есть нужно медленно и вдумчиво. Движение, жизнь. Второй и такой же важный как питание фактор долголетия, физическая активность. И вроде бы уже набили оскомину лекции о вреде гиподинамии, а мы все так же продолжаем сидеть перед телеком после работы, ленимся ходить пешком и всячески избегаем лишней нагрузки. А вот японцы, каждую свободную минуту, используют для прогулок на свежем воздухе и правильно делают. Встать с рассветом, пойти в парк, чтобы сделать утреннюю гимнастику на свежем воздухе, обычный день для среднестатистического жителя страны восходящего солнца. Группы бодрых пенсионеров, делающих гимнастику явление самое обычное. Вообще с выходом на пенсию, пожилые японцы перестраивают свой режим так, чтобы как можно больше двигаться и бывать на улице. Все болезни от нервов. С детства, японцы учат своих детей способности оставаться спокойным, терпеливым и стойким. Жители Поднебесной, имеют особую философию отношения к жизни. Медитация для японцев, техника, позволяющая успокоить ум и лучше понять жизнь. Они живут не торопясь, спокойно относятся к старости, умеют находить прекрасное в мелочах. Японское слово, ханами в переводе, означает смотреть на цветы. В этом созерцании на цветущую сакуру, кроется глубокий философский смысл. Недолгое цветение этих деревьев, напоминает нам об остротечности жизни, о смерти и о необходимости ценить каждый момент. Медицинское обслуживание. Конечно, без медицины не обошлось. Уровень здравоохранения в Японии чрезвычайно высок, гражданам страны доступно новейшее медицинское оборудование, передовые технологии и высококвалифицированные врачи. Японцы никогда не занимаются самолечением, вовремя проходят плановые медицинские осмотры, благодаря чему в стране чрезвычайно низкий уровень онкологии, а также заболеваний сердца и сосудов. Чистота, залог здоровья. Вряд ли можно найти частюль больших, чем японцы. Они просто помешаны на чистоте, и, как показывает статистика, не зря. Душ 2-3 раза в день, намного лучше, чем использование дезодорантов. Многие японцы обязательно чистят зубы после каждого приема пищи, вне зависимости от того, где они находятся, в офисе, на работе, в ресторане или в торговом центре. Для нас, в отличие от европейцев, не странно снимать обувь перед тем, как зайти в дом. Но японцы переплюнули нас, и в этом, дома они используют одни тапочки, а для туалетов, существуют другие. Перед тем, как зайти в туалет, они снимают свои комнатные тапочки и надевают туалетные. Гиподинамия японцам точно не грозит. Вымыть руки, придя с улицы, нормальная гигиеническая процедура, которой мы приучены с детства, а вот японцы, еще обязательно полощут горло водой. Такие они, эти долгожители.